Я Ольга Дитрих. Приветствую всех на канале Germany. На этом канале ведется разговор о жизни Германии. Дистопливо на заправке стоит дороже, чем 31 мая. Хотя на снижение цены правительство Германии потратило больше 3 миллиардов евро. Немцы возлагали большие надежды на налоговую скидку, которая обошлась правительству в миллиарды евро. Снижение налоговых платежей на топливо должно было уменьшить стоимость солярки на 16,7 цента за литр с 1 июня. Но дизельное топливо сегодня стоит дороже, чем в начале лета. Стоимость дизельного топлива достигла майского уровня еще в пятницу. А в субботу цена пошла вверх дальше. С бензином ситуация не так печальна. Супер Е10 стоил в воскресенье 1,91 евро за литр и немного подешевел. Литр диз топлива составил 2,05 евро. А 31 мая была зафиксирована стоимость в 2,04 евро за литр. Напомним, что немецкое правительство приняло решение снизить налоговые платежи на топливо для производителей. То есть политики рассчитывали, что таким образом они повлияют на его стоимость. А также частично снимут бремя роста цен с конечных потребителей. Однако сегодня дизельное топливо стоит дороже, чем до 1 июня. По словам лидера СДПГ Ларса Клинкпейля, Германия должна претендовать на роль ведущей державы в международной политике. Он обосновал это значительно растущими ожиданиями Германии во всем мире. После почти 80 лет сдержанности Германия теперь новая роль в международной системе координат. В последние десятилетия страна приобрела высокий уровень доверия. Но это также сопровождается и ожиданиями. Канцлер Олаф Шольц предупредил о постоянной спирали инфляции в Германии. «Это именно то, на чем мы должны сосредоточиться сейчас», сказал политик СДПГ на дне промышленности, «Имея в виду объявленную согласованную акцию с представителями работодателей и работников 4 июля. Проблемы лучше решать вместе». Шольц сказал, что бывший министр экономики Калл Шиллер СДПГ назвал согласованные действия социальной таблицей разума. На сегодня это всё. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!